Руководители крупнейших компаний мира, миллиардеры, что-то знают. И это что-то начнется в ближайшие 6 месяцев. И я хочу, чтобы ты знал, что происходит. Орен Баффет только что продал акции Банков Америка на 2,3 миллиарда долларов США. Казалось бы, ничего особенного. Но в мае он продал акции Apple на 21 миллиард долларов. А затем стало известно, что он продавал и другие акции на общую сумму 28,7 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма продаж только у Орена Баффета составила около 50 миллиардов долларов. Генеральный директор крупнейшего в мире банка Джей Пи Морган только что продал акции собственного банка на 183 миллиона долларов. Это произошло впервые за 18 лет его управления. Он продает акции крупнейшего банка в мире. Почему? Почему эти финансовые гуру, Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Уолтон, генеральный директор Salesforce, Джей Пи Морган, все эти очень известные, хорошо информированные, образованные, супербогатые и состоятельные титаны продают акции? Руководители крупнейших компаний и банков мира избавляются от акций рекордными за последние 10 лет темпами. На этом фоне мы видим, что при падающем фондовом рынке, это оранжевый график внизу, биткоин почти достиг 70 тысяч долларов, это синий график сверху. Продажи правительств, продажи MTGOX, продажи старых игроков, продажи майнеров, все это поглощается кем-то очень быстро и очень масштабно. Как ты видишь на этом графике, резервы MTGOX сократились на 66% со 141 686 биткоинов до 47 228 биткоин. И при этом цена биткоина не просто не упала, она выросла с 55 тысяч долларов, когда началась раздача этих монет, до 70 тысяч долларов сегодня. Рынок очень быстро впитал эти монеты. И как мы видим сегодня, он подбирался к 70 тысячам долларам. Мы видим, что текущее количество желающих продать монеты в 100 раз меньше 0,0002 процента, чем тогда, когда биткоин достигал 70 тысяч долларов в прошлый раз, тогда было 0,02 процента. А это означает, что если спрос со стороны крупных игроков и дефицит монет на рынке сохранятся, то можно ожидать дальнейшего роста цены. При этом, как я уже говорил, американские руководители компании продают акции самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. Что вообще происходит? Я думаю, разумнее задать вопрос, что произойдет дальше, чем почему это происходит сейчас. Давай попробуем ответить на этот вопрос в этом видео, сразу же после того, как ты передашь за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк в Коэн. Передал? Спасибо большое. Предстоящие выборы в США полностью изменят мир и сделают это навсегда. Нравится ли тебе Камала? Нравится ли тебе Трамп? Неважно. Они все начали активно поддерживать криптовалюты, что шокирует. Трамп получит поддержку со стороны избирателей, которые поддерживают биткоин и криптовалюту. А значит, Камала Харрис теперь будет изо всех сил пытаться придумать какую-то фальшивую политику поддержки цифровых активов, чтобы привлечь этих избирателей на свою сторону. И теперь Камала хочет встретиться с представителями криптовалютных компаний. Секл, Рипл, Коинбейс. Все для того, чтобы перезагрузить отношения демократов, демократической партии с представителями криптовалютного бизнеса. Возможно, это даже означает завершение бесконечного дела против Рипл-XRP. Но сколько можно мучить этот XRP? Дональд Трамп, в свою очередь, перешел от риторики, что биткоин – это мошенничество против доллара США, до того, что биткоин – это национальный резервный актив США в будущем, который, по словам господина Трампа, сделает из Соединенных Штатов биткоин – сверхдержаву и криптостолицу планеты. Роберт Кеннеди-младший при этом говорит, что биткоин поможет восстановить экономику Соединенных Штатов и принесет мир вместо войны. Американский сенатор Синтия Ламес представила стратегический законопроект, согласно которому казначейство США должно приобрести 1 миллион биткоинов на сумму почти 70 миллиардов долларов. Пока что это только законопроект, но мы уже говорим об этом. Синтия Ламес, США освободятся от долгов с помощью биткоина. Кстати говоря, национальный долг США только что достиг 35 триллионов долларов впервые в своей истории. Ты когда-нибудь видел такое, чтобы в период выборов все они вместе поддерживали что-то одно? Все – республиканцы, демократы. Когда ты видел, чтобы они выступали за что-то одновременно? Биткоин объединяет их партии в едином стремлении к самому правильному выбору – купить биткоин и держать биткоин. Я думаю, все идет к эре криптовалютного бума и цифровых валют центральных банков, а также к краху большого количества банков, так как меньшее количество легче контролировать, и при этом обычные традиционные фиатные деньги начнут уходить в прошлое. Чем больше я наблюдаю за тем, что они делают, тем больше понимаю, мы следуем в это будущее шаг за шагом. Нас ожидает величайший переворот не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всех других странах планеты. И, кстати говоря, вот так пока что выглядят шансы кандидатов на победу. Взгляни на это. Это было опубликовано в мае 2024 года. Почему сотни американских банков могут оказаться под угрозой краха? Что интересно, они опросили 4000 банков в Соединенных Штатах и обнаружили, что 282 из них столкнулись с двойной угрозой – кредитами на коммерческую недвижимость и потенциальными убытками, связанными с более высокими процентными ставками. При этом они почему-то не учли, что еще 1804 банка взяли кредиты на сумму 165 миллиардов долларов в рамках программы банковского срочного финансирования. И сейчас все эти банки сидят на огромной куче нереализованных убытков на 500 миллиардов долларов. И у них есть время до 9 марта 2025 года, чтобы выплатить все кредиты, что были взяты в рамках экстренной финансовой помощи. И это будет очень большой проблемой для них. Итак, если взять все эти деньги, которые они должны выплатить весной 2025 года, и связать их с ростом биткоина, то в этом можно внезапно уловить некоторый смысл. Тем более, что в списках покупателей биткоина через потовые биткоины ETF в США мы можем найти название известных нам банков. Причем покупать они начали еще с мая 2024. Банки, хедж-фонды, пенсионные фонды покупают спотовые биткоины ETF 17 мая 2024 года. Причем мы видим, что покупают не только американские, но и европейские банки. Второй крупнейший европейский банк покупает спотовый биткоин ETF. Даже банк JP Morgan покупает спотовый биткоин ETF. Американский третий крупнейший банк Wells Fargo покупает спотовый биткоин ETF. Напомню, что при этом генеральный директор JP Morgan продает акции этого банка, но при этом банк покупает биткоин. Это странно, но вполне логично, учитывая все остальные данные. Я думаю, что процентные ставки останутся на прежнем уровне в обозримом будущем. И я думаю, что это подтолкнет банки к кризису. И, скорее всего, это все рукотворно спланировано. Итак, инфляция в июне составила 3%. Это означает, что уже 3 месяца подряд она снижается. Но вот что интересно. Бюро труда и статистики показывает, что расчет инфляции не учитывал волатильные цены на продукты питания и энергоносители. Да, давайте не будем их учитывать, ведь люди совсем не часто покупают еду. Еще реже ее готовят, свои машины вообще не заправляют, а свои дома вообще не обогревают. Ну да ладно. В любом случае, базовый индекс потребительских цен упал до 3,3%. Это самый низкий показатель с апреля 2021. На этом фоне 9 июля 2024 года Джером Паул заявил, что в основном инфляция снижается, но не стоит ожидать снижения процентных ставок. До тех пор, пока чиновники ФРС не приобретут уверенность в том, что инфляция стабилизировалась. До 2% целевой инфляции. Они не собираются снижать ставки. Пока что. И чем дольше ставки будут оставаться высокими, тем ближе банковская катастрофа. На этом фоне Трамп предлагает создать стратегический национальный запас биткоинов и заявил, что биткоин нельзя продавать. Никогда не продавай свой биткоин. Вот что он говорит в 2024 году, 18 часов назад. А ведь еще 3 года назад он называл биткоин скамом. Сейчас мы по сути говорим о том, что доллар ничто по сравнению с биткоином. Что биткоин ни в коем случае нельзя менять на доллар. Почему же он инвертировал свои взгляды? Почему предвыборная компания Камалы Харрис стремится к перезагрузке отношений с криптовалютными компаниями? Советники Камалы Харрис обратились к ведущим криптовалютным компаниям с просьбой перезагрузки отношений между демократической партией и сектором, который оказался важным сторонником Дональда Трампа, ее соперника на пост президента США. Члены команды вице-президента связались с людьми, близкими криптовалютным компаниям, чтобы организовать важные встречи. Среди этих компаний ведущая биржа Coinbase, платежные группы Circle и Blockchain, а также компания Ripple Labs. Итак, Трамп полностью изменил свое отношение к биткоину, а Камала Харрис пытается сделать криптовалюту и биткоин своими сторонниками. А тут еще и Роберт Ф. Кеннеди-младший говорит, что биткоин должен стать стратегическим резервом Соединенных Штатов Америки. Все они движутся в этом направлении. И что, как мне кажется, произойдет? Я думаю, что обычные люди, которые уже узнали о биткоине, ни за что не перейдут от доллара к цифровому доллару, от рубля к цифровому рублю, от гривны к цифровой гривне. Те, кто понимает, что происходит, перейдут от цифровой валюты Центрального банка к биткоину и криптовалютам. И, скорее всего, власти будут стараться контролировать как можно больше биткоинов именно для того, чтобы не оставить нам выбора. Возможно, это они имеют в виду под стратегическим резервом Соединенных Штатов в виде биткоинов. Манипуляции и фабрика страха продолжат работать с целью заставить нас продать биткоины, отдать свои монеты им. Все для того, чтобы внедрить свои цифровые валюты Центральных банков. Международный валютный фонд говорит, что у цифровых валют есть потенциал заменить наличные деньги, но их принятие может занять время. Это займет гораздо меньше времени, если они будут контролировать биткоины, если они заберут биткоины у обычных простых людей. То есть у обычных граждан. И я нашел интересную новость. Евросоюз планирует создать базу данных реестра всех активов всех граждан. В ней будет информация о всем банковских счетах, имуществе, ювелирных изделиях, автомобилях, предметах искусства и криптовалюты. В том числе и биткоин. Эта база позволит им замораживать и конфисковывать активы в любой момент. Особенно в случае, если гражданин проводит сделки или транзакции, не используя CBDC, то есть цифровую валюту Центрального банка. Заставляет задуматься, не так ли? А это репортаж CNN. Станет ли доллар США цифровой валютой? Вот что они здесь пишут. Цифровой доллар может стать основой экономики Соединенных Штатов и изменить лицо глобальной торговли. Предлагаемая электронная валюта может сделать финансовые операции полностью цифровыми, что сделает перевод денег быстрее и дешевле. Республиканские законодатели уже высказывают свои опасения по этому поводу. Конечно, как оппозиция они должны это делать. Критики утверждают, что электронная валюта ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность и может дать правительству США беспрецедентный контроль над транзакциями. Цифровой доллар – это предлагаемая форма электронной валюты, которая может быть использована для покупки и продажи практически любых товаров и услуг. В отличие от традиционной валюты, ЦВЦБ не будет существовать в бумажной форме, а будет представлена исключительно в электронном формате. Деньги будут напрямую выпускаться ФРС США, либо другим центральным банком в другой стране. А храниться они будут в цифровой книге, по сути в блокчейне. Это означает, что необходимость существования традиционных банков для проведения транзакций, учета и хранения полностью отпадет. Они будут не нужны. Подумай об этом. Не будет необходимости в традиционных банках. 1804 банка взяли 165 миллиардов долларов спасительных кредитов от ФРС США. Чем выше процентные ставки ФРС США, которые ФРС США сама же и устанавливает, чем дольше они остаются на высоком уровне, тем хуже становится банковский кризис. И тем дольше инвесторы, арендодатели и так далее будут сидеть с огромными мешками инвестиций и недвижимости, которые могут обесцениться буквально за одну ночь. И когда им придется рефинансировать кредиты на сумму более 2 триллионов долларов в ближайшие пару лет, при таких повышенных процентных ставках, и когда банки сами испытывают финансовые трудности, кризис приведет к тому, что многие банки будут просто уничтожены, либо выкуплены более крупными банками, которые будут полностью контролироваться Центральным банком. Вместе они будут представлять из себя интегрированную цифровую инфраструктуру для цифровой валюты Центрального банка. Ты думаешь, что времени для разработки этой инфраструктуры потратят еще немало? Но вот в чем дело. Ее разработки начались в конце 2010 года. Об этом мало кто знает. А вот такой отчет мы получили от Всемирного экономического форума. Обрати внимание на дату. Май 2018. Глобальная финансовая и монетарная система в 2030 году. И на шестой странице мы находим очень интересное чтиво. Здесь они пишут про уменьшение использования бумажных денег. Вот этот абзац очень интересен. Признание и принятие криптовалют будет продолжать распространяться. Эти события приведут к объединению рынков, финансовых институтов в одну инфраструктуру многополярного и сложного взаимосвязанного мира. То есть в глобальную цифровую инфраструктуру, о которой мы только что говорили. Это поставит под вопрос существующую денежно-кредитную политику и вызовет в ней глобальную финансовую дестабилизацию. Также Всемирный экономический форум прогнозирует, что до 2030 года доллар США утратит свое главенствующее положение. Мне понравилось, как они это описали. Сегодняшняя централизованная глобальная валютно-финансовая система с доминирующим долларом США в будущем мутирует в мир множество резервных валют и финансовых держав со сферами влияния, в которых будут ходить свои резервные валюты и безопасные активы. Вот что нас ожидает. Четвертая промышленная революция. Революция финансовой системы. Революция резервных валют и активов. Революция криптовалюты и биткоина. Это полностью изменит мир, который больше не будет похож на тот, в котором мы с тобой выросли. И похоже, что глобальная элита, руководители крупнейших компаний мира, миллиардеры, Илон Маск, Уоррен Баффет, все эти люди знают это и готовятся к этому. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok